Всем привет! Это канал Советы Стоматолога и, наконец-то, у меня в руках паста Калгей Дюрафат с 5000 единиц фтора. Те, кто давно на моем канале, прекрасно знают мои отношения к Калгейту, но даже в их линейке можно найти что-то хорошее. Эта паста одна из тех, которые заслуживают особого внимания. Хотя бы из-за того, что здесь повышенное содержание фторида, 5000 единиц, как я уже сказала, в отличие от обычных паст, которые продаются в магазине, где содержание фтора максимум 1500 единиц. И эту пасту любят многие стоматологи как раз из-за ее хорошего противокориозного эффекта. И я где-то читала, что исследования показали снижение образования кариеса на 70% после использования этой пасты. И поэтому давайте начнем обзор. Здесь есть вот такая вот наклеечка, где нам прям капсом пишут, что перед применением следует проконсультироваться со стоматологом. И я абсолютно с этим согласна, потому что паста относится к лечебным и должна назначаться врачом. И также применяется для профилактики кариеса зубов у взрослых и подростков старше 16 лет. Это тоже важно, потому что пасту нельзя глотать. Нам, кстати, тоже здесь это указывают. И маленькие дети, даже несмотря на хороший эффект пасты, скорее всего, пасту проглотят. Они любят что-нибудь такое вкусное, сладкое, поэтому детям использовать нельзя. То есть возрастные ограничения мы должны соблюдать. И способ применения. Нам пишут смотреть листовку вкладыш. Вот эту вот как раз наклеечку мы с вами потом отклеим и посмотрим. Но сначала мы разберем состав. После воды из сорбитола идет диоксид кремния. Это абразив, за счет которого паста имеет очищающие свойства. И я в интернете нашла информацию, что абразивность у этой пасты в районе 50. Дальше. ПЭК-12. Это полиэтиленгликоль, эмульгатор и загуститель. Тетракалия пирофосфат. Предотвращает затвердевание зубного налета. То есть его превращение в камень. Может служить и как регулятор кислотности, иметь средний фактор опасности. Дальше идет СЛС. Как же я его не люблю. Это ПАВ, который заставляет пасту пениться. Он достаточно агрессивно действует на слизистую. Если у вас есть сухость в полости рта или часто появляется стоматит, то выбирайте пасту без этого компонента. Дальше мы видим. Фторит натрия это действующее вещество для укрепления зубной эмали. Бензат натрия является консервантом с низким фактором опасности. Сахарин натрия это подсластитель. А лимонен это отдушка тоже со средним фактором опасности. И на этом состав заканчивается. Теперь давайте мы откроем вот этот вкладыш и посмотрим, что нам здесь пишет колдгейт. Итак, внутри нам дается, что здесь описано. И здесь прозвольную пасту, что следует делать перед применением пасты, как применять побочные эффекты, как хранить ей дополнительные информации. Но на что я хотела бы обратить внимание. Ну, кроме того, что здесь даже указывается про беременность и кормление грудью. Здесь пишут, что данная зубная паста содержит бензат натрия, вещество, которое может вызывать легкое раздражение кожи, глаз и слизистой оболочки. Мне очень странно, что здесь ничего не пишут про СЛС, потому что это все-таки подтверждено. Это говорят многие лекторы на своих занятиях. А про бензат натрия я, если честно, первый раз слышу. Но это уже мои придирки, соответственно. Дальше. Как следует применять зубную пасту Калгей-Дюрофат? Проконсультироваться со стоматологом или фармацевтом, но лучше со стоматологом. Она предназначена для применения у взрослых и подростков старше 16 лет. Зубная паста используется по рекомендации. Если вы не уверены в правильности использования зубной пасты, обратитесь к стоматологу или фармацевту. Итак, применять следует 3 раза в сутки для чистки зубов. Наносите полоску зубной пасты длиной в 2 см на зубную щетку во время каждой чистки зубов. Полоска зубной пасты длиной 2 см содержит 3-5 мг фторида. Чистите зубы после завтрака, обеда и вечера перед сном. Используйте правильную технику чистки зубов, выметающую движения от линии десен краям зубов. Хорошо, что они указывают на счет количества зубной пасты, потому что мы это все привыкли наносить пасту с горошину, а здесь все-таки надо ее побольше. Здесь, сзади, тоже идет информация о том, что будет, если вы проглотили пасту. У вас могут быть проблемы с пищеварением, такие как рвота, диарея, боль в животе. Ну, кстати, я ни разу этого не встречала. Но здесь, соответственно, просто обратиться к врачу. Если вы забыли почистить зубы зубной пастой, то же, что надо делать, возможные побочные эффекты и как хранить. Но здесь мало что интересного. Поэтому давайте мы откроем пасту и посмотрим на нее. Так, паста достаточно хорошо запечатана внутри. Опять же, есть вкладыш. Давайте мы его развернем, тоже на него посмотрим. Ну, ничего интересного нет, если вы не владеете английским языком. Поэтому я вам просто покажу вот этот вот листочек. Если вам интересно будет разобрать, почитайте. Но я думаю, что здесь все то же самое, что описано на той наклеечке, которая на упаковке. Итак, сама паста здесь всего 51 грамм. Достаточно небольшой тюбик. Нет защитной мембраны, блин. Он прям расстраивает меня немножко. Колгейт. Ну, ладно, это тоже мои придирки по большей части. Паста такого приятного синего цвета. Моя оценка где-то 8-9 из 10. И минус я могу поставить только за CLS. Также должна упомянуть, что если у вас есть флюороз, то пастой с фтором вам пользоваться противопоказанно. Надо выбирать что-нибудь с кальцием. И несмотря на хороший эффект пасты, ее все-таки должен подбирать стоматолог и контролировать ее использование. То есть выбирать схемы применения и взаимодействия с другими пастами. Например, схема ремотерапии, основанная на долгом введении пациента сначала на кальции, а потом на фторе. И при том паста с фтором должна быть с его высоким содержанием типа этой. Ну, если мы не берем в расчет какие-то профессиональные средства, которые использует стоматолог у себя на приеме. Так что, если вам назначали и вы пользовались этой пастой, расскажите, пожалуйста, про эффект в комментариях. Мне будет очень интересно. А также о том, откуда вы про нее узнали. Ну, если вам ее не назначал стоматолог, соответственно. Пока что все. Увидимся в следующем видео. Всем пока!